Всем привет! С вами Коннова Анна и Раида Геннадьевна. И сегодня в этом видео мы будем показывать вместе с Антоном новую коллекцию новинки. Итак, на мне сейчас платье с длинным рукавом для женщины. Артекул 533-439, размер 52, 100% хлопок. Сейчас пока не знаю, какого я размера, но если честно, как-то вот я чувствую, что оно мне сильно в обтяжку. Что напрягло в этом платье, то что очень плохо застегиваются рукава. Они застегиваются прямо вприты. Тут пояс на петельках, да, то есть можно выше сделать, пояс можно ниже сделать, да, то есть как хочется. Можно их вообще убрать и в принципе все будет хорошо. Из-за наличия груди немножечко как-то вот модель перекосила. Вот тут вот какой-то мешочек есть, тут как-то все в обтяжечку. По плечам, в попе, все нормально, все идеально, не вошла именно грудь. И если мне носить вот это вот, то тогда, скорее всего, лучше носить будет с какой-то пододевалкой и расстегиваться, ну, чтобы было удобненько, так, вальяжненько. Еще его можно использовать как кардиган. Мне очень нравятся такие вещи, когда используешь как кардиган, ткань плохо гладится отпаривателем. По-моему, утюгом гладили, да. Мне понравилось, я эту модель себе уже оставила, не торопилась снимать. Ну, вот, знаете, воротничок такой, типа стоечки небольшой. Ну, что ж, у нас получается сейчас на данный момент еще один такой вот формат видео. Пишите обязательно, нужно, не нужно. То есть, я показываю на себе вещь, а потом показываю ее на столе. Ну, конечно, эти платья все одинаковые. Их я себе однозначно оставила. Нравятся. Нравятся очень сильно. Но что-то не пойму. То ли платье маломерки, то ли я поправилась. В общем, меня нужно смерить срочно. Но, в принципе, предыдущая коллекция мне подошла вся полностью, размер в размер. Скорее всего, это маломерки. Эта вещь мне прям где-то вот в груди немножко, в обтяжечку, еще что-то. Но вот тут она сшита абсолютно прямо. Даже нету, да, ничего, чтобы под грудь было место. Но вещь классная. Тем более, что она натуральная. В ней ни холодно, ни жарко. То есть, она хорошо сохраняет тепло. Но кожа дышит, кожа не потеет, да. То есть, такой вот тряпичный ремешочек. Тут карманы настоящие. Тут тоже карманы, как вы видите, глубокие, огромные, настоящие. Даже сотовый телефон войдет. Удобно, здорово. Но, с другой стороны, если есть карманы, то иногда они создают дополнительный объем, что тоже не очень хочется. Но эти карманы как-то вот хорошо. Но если что-то будете туда вкладывать, то объемчик будет. Что мне еще понравилось сзади? Вот прошито все так здорово. И еще раз хочу повториться. Мне понравилось в рукавах то, что как бы туго-не туго, да, как бы по руке нормально, но уж очень сильно в обтяжку. То есть, приходится застегивать, расстегивать. И вот это вот все дело я не очень-то люблю. Но цвет очень красивый, очень классный. Ну и на маме получается платье с длинным рукавом для женщины. Артикул 533-407. Размер 52. Тоже 100% хлопок. У нас любих 52 размер, но на маме оно более свободно. На мне как-то вот в обтяжечку. У меня такое ощущение, что я пополнила. Но я свои размеры вышлю. Может быть, издалека не было видно, но тут уже не такая ткань, как вот, да, предыдущая ровная-ровная, а уже сделана как будто бы по джинсу. И она немножечко мягче, нежели вот эта, например, да. То есть эти ткани различаются, хотя пошив точь-в-точь такой же. Сейчас на мне платье с длинным рукавом для женщины. Артикул 533-431. Цвет мятный. Размер 52. Состав 100% хлопок. А эта ткань почему-то грубее, чем джинса. Горотничок тоже очень понравился. Тут, смотрите, еще дополнительный шовчик у всех платьишек. Тоже как бы все симпатично. На маме платье с длинным рукавом для женщины. Артикул 530-563. Цвет темно-синий. Размер 52. Тоже 100% хлопок. Но вот тут абсолютно другая ткань. Вот у меня 100% хлопок. Это какая-то, вы знаете, грубая, но не натирает. Как бы, да, не колется. А вот тут она идет такая мягкая, более теплая, мне кажется. Да, мам? Да, да. Более такая теплая, наискос слегка, чуть-чуть вообще минимально растягивается. Этой можно вот, да, как говорится, постучать даже, да, пошлепать. А этой уже нет. Пояс тут вот такой вот на пряжечке. А тут просто завязывается, да, то есть это абсолютно, по идее, разные модели. Воротничок круглый и мягкий, да, то есть если тут можно как-то вот его поставить, это более деловая вещь, да, то, кстати, вот видите, опять не в том месте пуговица. В принципе, если вот так застегивать, то даже туговато будет. Вот это платье, мне кажется, оно, с одной стороны, темновато, с другой стороны, если его надеяться какими-то светлыми кроссовками, например, да, светлыми вещами, будет смотреться шикарно. Вот лично для меня оно темновато, но удобно, что дышит кожа, и оно безумно мягкое, приятное, легкое. Тут уже, да, круглый воротничок идет, сверху уже не одна, две пуговки, и рукава уже свободно, удобно, но тут, как вы видите, четыре пуговицы. Вот это платье, оно мне понравилось. Мне понравилось что? Пояс. Вот на такой застежке пояс, он все время будет разъезжаться. Вот хочу сделать акцент вот на таких петельках. Если вам не нужен пояс вообще, вы можете эти петельки убрать, да, видите, они еле-еле заметные. И вот как раз-таки в этом-то и дело, что вы можете, если вам пояс нужен, сделать выше или сделать ниже. Это делает вещь универсальной, то есть ей могут пользоваться и девчонки повыше, и девчонки пониже. И вот еще есть разрезы по бокам, внизу пуговки тоже идут не до конца. Конечно же, вот тут пуговки, они тоже не совсем до конца идут, и тут тоже, как бы, получается какой-то бы разрез. Ну что ж, дальше пошли наши мальчики. Итак, на Антоне легкий трикотажный джемпер с воротником пола с коротким рукавом для мужчины. Артикул 531-484. Цвет темно-синий, размер 54, состав 100% хлопок. Ну, прикольно. Ну да, я уже в ней два вебинара провелся, что-то. Он уже в ней третий день ходит. Я говорю, подожди, еще не сняты, не ходи. Но зато мы видим, что вещь не растягивается, сидит хорошо, все прям замечательно. Что мне понравилось? Все вы видели у Антона животик. И вот тут как раз есть такой момент, видите, слегка подрастянулась ткань. Но это совсем чуть-чуть. Или два дня у меня и проходило. Ну, в общем, вот после двух дней носки. Такое вот чудо. И еще она ему очень понравилась. Говорит, мне очень комфортно, не потеется. Вот почему-то светлый, да, то есть везде сливается. Тут прям в глаза кидается, да, вот эта светлая эмблемка. Вот. Ну, на самом деле, хорошие они. На папе сейчас трикотажная толстовка с длинным рукавом для мужчины. Артикул 531, 694, цвет хаки, размер 54. Состав 100% хлопок. В общем, вот эта толстовка, конечно, вот все вот эти фасоны удивили грубостью рукава. Я думаю, вы слышите, да? Стоячие такие грубые резинки, очень интересные. Но там кожу царапать, еще что-то они не будут. Это вообще беспокоить не будет. Но удивили. Сама ткань мягкая очень. И такой вот ворсик, вот, на свет сделать. Прошито все качественно. Мне это очень понравилось. Завязочки, все утягивается. Вот тут воротничок, что-то типа стоечки. Он тоже такой грубоватый. И двойной капюшон. Видите? Сниз изделия тоже выполнен в форме. Хорошо, кстати, тянущиеся, но грубые резиночки. Сейчас на Антоне. Трикотажная толстовка с длинным рукавом для мужчины. Артикул 531 722. Цвет темно-синий. Размер 54. Состав 100% хлопок полностью. Синее с белыми полосками. Контраст вообще Антону очень подошел. Прикольно. Вот была бы она без этих полосок, она бы так суперски не выглядела. Тут, значит, тоже все затягивается. Все регулируется. Все как нужно. А на папе трикотажная толстовка с длинным рукавом для мужчины. Артикул 531 701. Цвет светлый хаки. Папе не понравился этот цвет. И Антону тоже не понравился, скажу вам честно. Тоже размер 54. Состав 100% хлопок. Вот это у нас получается возврат из-за того, что никто такой цвет носить не стал. И никому такой цвет не понравился. Вот прям никому. Я понимаю, что это модно. Не надо мне писать про моду. Если мужикам не нравится, они носить не будут. Даже картошку в ней копать не будут. Но кофта очень качественная. Кто следит за модой, тот может прям приобрести реально комфортную, хлопковую для себя одежду. Смотрите, какие. Да, обе серые, но разные. Давайте возьмем Антона. Трикотажная толстовка с длинным рукавом для мужчины. Артикул 531 715. Цвет серый меланж. Размер 54. Состав 75 хлопок, 25 вискоза. В этой толстовке, если брать манжеты, они вот такие вот. Резинка она грубая. И причем у обеих вроде бы модельки разные. То есть, ну смотрите, у папы темно-синие шнурки и вот эти вот ткантики. А у Антона светло-серые полоски получаются. Это у нас точно такая же модель, как и предыдущая. Поэтому проблем, я думаю, не будет с ноской. Прям абсолютно одинаковая ткань. Все вообще ничем не отличается. Да, то есть вот прям реально ничем. Капюшон тоже двойной тут. В принципе, все в порядке. На папе трикотажная толстовка с длинным рукавом для мужчины. Артикул 531 708. Цвет светло-серый меланж. Размер 54. Состав 85 хлопок, 15 вискоза. Пап, как тебе? Нормально. Нормально? Все нормально. Тут, конечно, тоже хорошенько, такая контрастная. И она подойдет и с брючками, и с какими-то, да. Ну, понятно, что они деловыми и с джинсами, и с шортами. В общем, прикольная вещь. Следующая моделька сейчас на Антохи трикотажная толстовка с длинным рукавом для мужчины. Артикул 531 729. Цвет черный. Размер 54. Состав 100% хлопок. Где проведены шнурки, она сделана тоже грубо. Если его поставить, он будет стоять хорошо, а не туда-сюда болтаться. На папе трикотажный джемпер с длинным рукавом для мужчины. Артикул 533 533. Цвет темно-синий. Размер 54. Состав 90 хлопок, 10 нейлон. Не очень. Не очень? А что, слишком теплое? Да, я скажу. Просто это не очень. А, V-образный вырез мне нравится, да? А это уже идут вязаные кофты из такой вот уже приятной ткани, да? То есть, вот она, видите? Немножечко даже просвечивает, если при натяжке. Эти кофточки слегка собирушки, да? Вот, как вы видите, немножечко начали собирать на себя что-то. Может быть, после стирки будет меньше. Вот этот вот V-образный вырез тоже Антону не очень понравился. Отцу тоже не очень понравился. Потому что неудобно носить с футболкой, понимаете? То, что она длинная, это вообще супер. Вот такая вот у нее ткань нежненькая, да? То есть, мягонькая. Ее можно носить на голое тело, и она не будет доставлять дискомфорт. Что еще? Вот у меня лично, да, Антону не понравилось. Но у нас в такой степени вроде бы плотная вязка, но тоненькая. Нежная, восприимчивая к силуэтам, что выделяет то, что не нужно. Антону это тоже не очень-то понравилось. Итак, вы знаете, вот эти кофты, они очень обычные. Антония, трекотажный джемпер с длинным рукавом для мужчины. Артикул 533-526. Цвет бежевый. Размер 54. Состав 90 хлопок, 10 нейлон. Вот эта точно-точно такая же, как предыдущая. Тоже своеобразным вырезом. Хорошенькая, да? То есть вот тоже, вот я думаю, на ней будет проще показать вязку, ткань. Вообще прям супер, девчонки. Очень хорошее качество. Кстати, антирастяжки тут нет. Вот тут вот есть антирастяжка в плече у всех моделей. А на папе у нас идет трекотажный джемпер с длинным рукавом для мужчины. Артикул 533-561. Цвет светло-серый меланж. Размер 54. 90 хлопок, 10 нейлон. Ну что, пап, эта кофта лучше? Это лучше мне нравится. Да, потому что V-образный вырез папе почему-то не нравится. А мне кажется, нормально. Наоборот, шею удлиняет. Как-то силуэт удлиняет. Ну, кому как. Вот папе больше с круглым нравится. Серая кофта. Папа ее примерял. Она ему не понравилась. Из-за того, что очень сильно явно видны недостатки. Но из-за того, что круглая горловина, да, это уже другая модель, как вы видите. Из-за того, что круглая вязаная горловина, ему это наоборот понравилось. И он захотел ее себе оставить. То есть, ну вот смотрите, она висела не на тех плечиках, каких нужно. И немножко деформировалась. Вот это тоже имейте в виду. Вот тут уже, кстати, манжеты очень мягкие, хорошенькие. Так, значит, трикотажный джемпер с длинным рукавом для мужчины. Артикул 533-540. Цвет темно-серый меланж. Размер 54. Состав 90 хлопок, 10 нейлонов. Вот такая вот черная кофта. Кофта-бомба. Антону она очень сильно идет, потому что она не чисто черная, а такая, да, серо-черная. Антон уже вчера в ней собрался идти в магазин. После съемок я говорю, нет, Антон, я ее тебе не дам, пока не сниму крупно. То есть такая вот хорошенькая, да, мягкая такая. Очень-очень приятная и мягкая кофта. На папе трикотажный джемпер с длинным рукавом для мужчины. Артикул 533-540-7. Цвет хаки. Размер 54. 90% хлопок, 10% нейлон. Пап, а такой хаки тебе нравится? Мне вот нравится. Да, вот этот симпатичный. Так, это у нас хаки. Красивый, темный, шикарный хаки. Тоже круглый вырез, поэтому долго на ней заостряться не буду, потому что она точь-точь такая же. Побежали дальше. На Антоне трикотажный джемпер с длинным рукавом для мужчины. Артикул 533-554. Цвет темно-бирюзовый. Очень, кстати, красивый такой цвет. Мне нравится. 90% хлопок, 10% нейлон, размер 54. Вот эта кофта очень подошла от суммы. О, кстати, хорошо передается. Ой, отлично. Господи, дорогая камера, спасибо огромное. На папе трикотажный джемпер. Он, наверное, намного плотнее, да, чем вот у Антона. Он поплотнее, наверное. Он уже теплый такой идет, плотный. Артикул 533-575. Цвет синий, размер 54, 55. Акрил 45% хлопок. Вот эта кофта папе тоже очень подошла. Это уже более плотная, чем предыдущая, но не намного. Но у нее вязочка немножечко другая, немножечко плотнее. Можно сказать, даже в два раза плотнее, но она не супер теплая, да. Знаете, такие есть теплые тяжелые кофты. Нет, эта кофточка, ну, потяжелее, чем предыдущая, но не совсем тяжелая, прям, чтобы говорить, что она очень теплая. Сейчас на Антоне. Очень-очень понравилась расцветочка, вообще шикарная, шикарная. Это трикотажный джемпер с длинным рукавом для мужчины. Артикул 533-568. Размер 54, 55 акрил в состав. 55 акрил и 45 хлопок. Антон, как тебе по плотности с предыдущей кофтой? Да не отличается, если честно. Может, чуть-чуть-чуть, даже незаметно попутнее. Вот это. Почему-то в аннотации цвет черный, но черные тут только полосочки. Мне кажется, что это тоже какая-то, может быть, ошибка была. Очень классная кофта, с удовольствием ее оставили. Но она, кстати, не колючая. Антон сказал, что она не колется. На папе трикотажный джемпер с длинным рукавом для мужчины. Артикул 533-582. Цвет светлый хаки. Размер 54, 55 акрил, 45% хлопок состав. Итак, на Антоне сейчас трикотажный джемпер с длинным рукавом для мужчин. Артикул 532-676. Цвет темно-синий. Размер 54. Состав 100% хлопок. Ребят, даже не знаю, как это описать. Вот такое ощущение, что поверх какой-то тонкой кофты хлопковой надета еще футболка. Потому что там вот это вот место, видите, оно как будто бы вот вшито, пришито. Поэтому, ну вот, кому не понравится, но кто заказал, там еще что-то. Можно вообще, да я так понимаю, отпороть рукава и носить как футболку. На папе та же самая модель, только другой цвет. Трикотажный джемпер с длинным рукавом для мужчин. Артикул 532-683. Цвет хаки. Размер 54. И состав 100% хлопок. Вот эти, конечно, две футболки меня очень сильно удивили. Удивили почему? Потому что вот тут как будто бы выставляется, да, рукав, как будто бы что-то под одето под ней. Мне, если честно, эта идея не нравится. Я еще посмотрела на ютубе, там, в яндексе, да, поискала, погуглила немножко. Ну да, действительно, это вот сейчас моде. Да, это так носят. Но как-то мужчины были не в восторге. Не от этой, не от этой. Но они такие легкие, мягкие, классные, тонкие, что прям не докопаться ни до чего. В общем, супер, что та, что другая. Прям супер, мне нравится. Ну нет же, не просвечивает нисколько. Вот бы девчонкам так делали. Трикотажная фуфайка с коротким рукавом. Артикул 531-589. Написано, что цвет темно-бежевый. Размер 54, 100% хлопок. Из-за папы мы вообще чуть в обморок не упали. Вот далее футболочки идут. Вот тоже почему светло-зеленый, если он желтый. Но мы ее оставляем. И вот такая вот бежевая. И смотрите, тут особенность, вот что, почему она вообще начала близко показывать. Особенность то, что тут есть антирастяжка вот в этой футболке. И вот это вот вязаные. Видите, к обычной футболке. Очень, кстати, плотной, хорошего качества. Пришиты такие вот вязаные кантики. То есть и на рукаве они есть, и в самом вот в этом вот периметре они есть. Внизу изделия их уже нет. Тут простой обычный такой вот шовчик. Ну, в принципе, как на всех футболках. Угадайте, где тут светло-зеленый на папе. Вот угадайте. Поищите, пока он тут ходит, крутится, вертится. Артикул 531-596. Цвет светло-зеленый. Написано и на этикетке, и на пакете. Вот, и состав стопроцентный хлопок. Вот это желтая. По-моему, на папе она была, если не ошибаюсь. Тут тоже, видите, вязаная она. Но вот я так и не поняла. Светло-зеленый, видите? Ну, какой же это светло-зеленый? Один в один передается, даже зеленым не отдает. Котажная фуфайка с коротким рукавом. Артикул 531-582 в 54 размере. Цвет черный, стопроцентный хлопок. А вставочки, да, вот конец рукава и сама горловина идут светлые. Терную однозначно, точно такой же вязочкой, однозначно вставляем. Очень классная, очень прям супер. На папе сейчас трикотажная фуфайка с коротким рукавом для мужчины. Артикул 531-575. Цвет темно-бирюзовый, размер 54, состав стопроцентный хлопок. Это папе остается она. Шикарная просто, да, согласитесь? Легкий трикотажный джемпер с воротником пола. С коротким рукавом для мужчины. Артикул 531-519. Цвет темно-бежевый, я бы сказала, что это светло-бежевый. И размер 54, состав стопроцентный хлопок. Далее, конечно же, футболка пола. Вот что понравилось в этой футболке. Вот ее прям трогаешь и чувствуешь, что очень хорошее качество. Тут антирастяжка от и до идет. Вот, да, видите, как классно. Воротничок такой вот плотной вязочки. То есть он будет действительно стоять, он будет держать форму. Эмблема тут не броская. Я, кстати, очень большой нелюбитель различных эмблем. Но вот эмблемы такого качества. Они небольшие, они маленькие, они прошиты. Вот видите, эмблема прям прошита насквозь. И проблем не будет ни со стиркой, ни с чем. Низ рукава сделан в форме такого вот кантика. Тоже все очень хорошо прошито. И она уже не просвечивает. Издалека цвет совпадает один в один. Близко подношу, посветлее становится в камере. Цвет не так передается. И незначительные разрезы по бокам. Тоже хорошо прошитые. Тут все здорово. На папе легкий трикотажный джемпер с воротником пола. Артикул 531-491. Цвет красный. Ну, девочки, это люмисцентный, может быть, морковно-оранжевый. Но никак не красный. Тут вообще нет ничего красного. Размер 54. Состав 100% хлопок. Очень красивый цвет. Тоже не буду на ней долго, потому что она идентична предыдущей. Только другого цвета. Пуговки, кстати, до конца целиком расстегиваются. В женской коллекции были несколько пуговиц сверху расстегиваются. Остальное муляж нет. Тут все до конца. Все хорошо. Классный. Легкий трикотажный джемпер с воротником пола. С коротким рукавом для мужчины. Артикул 531-505. Цвет хаки. Размер 54. Состав 100% хлопок. Хаки на столе. Такой же эмблемой. Очень красивый хаки. На папе легкий трикотажный джемпер с воротником пола. С коротким рукавом для мужчины. Артикул 531-498. Цвет темно-бирюзовый. Размер 54. Состав 100% хлопок. Ну, это идентично предыдущему. Прям даже, вы знаете, есть такие вещи, до которых не докопаешься. Как все хорошо. Это подмышка. Как все хорошо, качественно прошито. Ну, что ж, последняя модель в этом обзоре. Рубашка с длинным рукавом для мужчины. Артикул 533-589. Цвет синий. Ну, хотя это бледно-голубой. Размер 54. Хорошо очень сел. Свободно очень сел. И состав 100% хлопок. Далее рубашка. Значит, сзади у нее, как у рубашки, да, вот это вот, выпущено место. Она очень грубая. Да, вот видите, я ее как поставила, так она и стоит. Рукав. Давайте посмотрим. Рукава всего две пуговки. То есть, вот эту, Антон, расстегивать не будет. Она чисто вот для такого, вот для декора идет. Вот, пуговки маленькие, беленькие. Кстати, в составе должна быть еще пуговка, да, вот видите, две даже штучки, запаснички можно убрать. И, значит, что тут мне нравится. Карманы не обманы, все нормально. Ряд вот этих вот пуговок, прям практически до самого конца. Тут как пошито, она идет покатая, это уже не с изделия. И поротничок прям можно сделать стойкой. Из-за того, что она такая вот грубая, она будет стоять хорошо. Ну, вот все как у обычной рубашки, только хлопковая она. Ну, что ж, всем пока-пока. До встречи с вами в новых видео.